Алло, здравствуйте, меня зовут Павел, и вы прислали отклик в Авито, вы прислали мне вакансию электромонтажника пор освещения. Ну это не я прислал, это девочка на судил кадров присылает, да. Электромонтажник? Ну да. Работаете? Здравствуйте, вас заинтересовало предложение или нет, я просто просылку не сделал, я попросил выставить объявление, они начали искать тех, кто выставил объявление. Но у меня есть, я готов вас выслушать, вдруг вы заинтересуете меня, поэтому я и звоню вам, вы просили перезвонить. Ну, так а что выслушать? Работаем в монтаже этих опор освещения вдоль дорог, применение объекта. Это установка опора, СИБы, фонари. Установка опор, то есть мне как электромонтажнику, как установка опор относится? То есть установкой опор занимаются, насколько мне известно, специализированные оборудования и специализированные бригады. Так я ищу таких специалистов, да. Это электромонтажники называются, а вы что понимаете по словам электромонтажник? Электромонтажник это человек, работающий либо с электроустановкой, ее комплексом, либо с ее частями. То есть то, что понимается под электроустановкой, собственно, межотраслевых бывших. Так. Так, ну то есть опора есть металлическая конструкция. То есть это не, это возможно может быть потенциально часть электроустановки, но ей не является. Вы являетесь, представляете, это как физическое лицо или юридическое лицо? Я физическое лицо. Ну давайте не будем тогда тренироваться в знаниях межотраслевых правил, можете еще и проиграть. Мы говорим по сути. У нас электромонтажная компания, которая делает в данном случае конкретный объект, это установка опор освещения, металлических граненых опор на бетонервным фундаментом, с установкой щитов управления, с установкой отъедительной арматуры. И это идет воздушная сеть. Если вы связывались с воздушными линиями, неважно какого характера, расскажите. Да, я связывался. Ну, что делали? В качестве кого? Какие вид работы делали? И в качестве допускающего, и в качестве исполнителя работ, и в качестве выдающего наряды, и в качестве, собственно, монтажника непосредственно, то есть ремонтника, который и вяжет, и устанавливает, то есть вяжет воздушно. Работали мастером или прорабом? Я работал и обычным трудящимся бригадиром, и бригадиром, и начальником, и диспетчером, и обычным ремонтником. У меня большой достаточно опыт. Я понял. Ну, у нас не действует электростановка, у нас допускаем, допусков не так много. Потому что мы где строим новые объекты, и когда его будем уже пускать, тогда уже будем пускать. Но сначала передадим, скорее всего, заказчика, он будет допускаться уже. Скорее всего, так будет. Непосредственно какую роль вы вверяете соискателю? Что ему непосредственно придется делать? Каков список его работ и обязанностей? Ну, вот, весь комплекс работ по установке опор. Если вы хотите поработать правым мастером, начальником участка, можем на эту тему пообщаться. У меня тоже вакансия есть. Я разгоняю всех, у которых руки неправильно растут, и набираю новых. Если вот красненько сказать, что я делаю. Недавно сюда пришел, смотрю, тут все нанеси, а есть люди, которых надо поменять. Я их хочу поменять на тех, кто это делал, кто умеет делать и кто хочет это делать. Понял вас. Хорошо. Тогда, с другой стороны, как оформляете, собственно, какой размер оплаты труда и как тарифицируете? Что, что? Еще раз. По собеседованию, затем по испытательному сроку, как обычно. Нет, это будет по трудовому законодательству или ГПХ, по гражданскому. Каким способом? Это будет срочный, бессрочный, ГПХ договор? Я хочу взять на работу, по трудоустроить, на постоянную работу. Если устраивает по гражданскому, надо поговорить. То есть, это будет, как бы, конечный объем работ. Тогда, наконец, объем работ проговорим. Ну, изначально вы устраиваете по бессрочному или срочному трудовому договору? Как вы предполагаете изначально? Давайте, вам это интересно или неинтересно? Отсюда, значит, ну, мне сейчас не очень удобно просто в теорию вдаваться. Приходите разговаривать, оформляем гражданский договор, пробуем, работаем, смотрим друг друга. Нравится, продолжаем сотрудничать, не продолжаем. Может быть, ничего личного, может быть, вы не умеете работать, тогда я прерываю отношения. Я что-то, я не понравился, вы прерывете. Для этого существует испытательный срок, то есть, мы смотрим друг на друга. Как-то договариваемся, чтобы там зря бухгалтерию не гонять, там миллиона оформлений нет, и чтобы вы спокойно спали. Дальше, мне интересно набрать нормальную бригаду с нормальным начальником участка. Нормальный начальник участка потом будем формировать. Вторую бригаду, третью, так понимаю, у меня растущие объемы. Все. Что еще сказать? Не, вы так интересно реагируете, я вам задаю вполне логичные и оправданные вопросы потенциального соискателя. Вы задаете вопросы, но не отвечаете на них. Я говорю, если вам интересно, можно, в любом случае, если интересно, вам надо будет приехать на объект, и там мы с вами пообщаемся, найти предметы. Глаза в глаза посмотрим, и это. Объект находится в оконьке и в сторону Выборга. Я могу... Дело в том, что сейчас мы с вами производим, собственно, разговор до начала работ. Я могу получить ответы на все интересующие меня вопросы, вследствие которых я смогу сделать вывод, интересно ли мне или нет. То есть для чего мне ездить и тратить уйму времени? Для того, чтобы получить ответы... Я вас понял, я вам вроде все рассказал. Вы мне ничего не рассказали, вы просто в общих чертах описали, и мне приходится из вас вытягивать ответы. Не надо, вот я смогу сказать, если вы заинтересуете меня, я подумаю. Я говорю, значит, у вас есть работа, значит, ну, вы ее ищете где глубже. Безусловно, конечно, да, каждый ее ищет, где лучше, все верно. Понятно. Вкратце скажу, работа собачья на холоде, на улице, в разных штанах, условно говоря. Как бы, работаем вдоль дороги, да, не с проезжей части, а там половина дороги на ремонте закрыта, в этой части работаем. Хорошо, с трудоустройством будет позже. Вы даете ли вы весь необходимый инструмент и одежду? Конечно. То есть это нормальная зимняя одежда, нормальная зимняя обувь, то есть перчатки, там, электрические обычные. Электрические вам не нужны, рабочие перчатки выдаем. Все как положено, ничего, какой-то сверхъестественных условий нет, обычная работа, просто монтажная компания набирает. Все как у всех. Ну, у всех все по-разному. Это Россия, здесь на стандарте. Нет, если мы договариваемся с вами о бригаде на аккорднике, тогда, в зависимости от цены вопросов, формируются основные материалы, я отдаю, инструменты, расходники, это ваши, это другой разговор. Я вас спросил, вы физическое лицо, вы хотите, то есть мне интересны с претензией на постоянно работу найти грамотных, ответственных, мотивированных, желающих работать людей, а не те, которые часы наматывают. Но для того, чтобы дойти мотивированного человека, вы должны его заинтересовать, чтобы у него была мотивация с вами взаимодействовать. Нет, 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 я не это, это колхоз дел добровольно, как мне говорят товарищи. Хотите работать, дальше будем детали обсуждать. Все детали не собираюсь рассказывать человеку, который просто хочет узнать. Если вы хотите работать, детали, все вопросы решаемы. Я хочу сотрудничать и зарабатывать, а работать, ну, работать можно и дома по уборке кухни. Ну, говорит, не платит. Ну, опять же, поэтому, собственно, я вас услышал, благодарю вас за этот чудесный разговор, успехов вам, я подумаю. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну, вот такое вот у меня чудо собеседования.